осень время болезни как справиться с ними об этом узнаем здесь и сейчас мой собеседник кандидат медицинских наук ирина гадзиева здравствуйте здравствуйте почему осенью болеем чаще осенью болеем мы чаще по многим причинам во-первых это адаптация к новому времени года к новому сезону а адаптационные процессы связаны с деятельностью трех регуляторных систем регуляция в организме осуществляется тремя системами нервный иммунный гормональный и только при слаженной их работе все прекрасно а вот когда идет период напряженного адаптационного такого приспособления к новым условиям такая слаженность нарушается и поэтому иммунная система которая является как французы говорят нашим пропуском в мир живых то есть она делает нашу жизнь гармоничной вот она страдает и поэтому мы заболеваем чаще чем в другие времена года но есть еще причины во первых многие возвращаются из отпуска а есть так называемая после отпускная депрессия когда человек должен вновь вливаться в свою обычную достаточно напряженную нередко со стрессовыми ситуациями жизнь еще есть одна причина это осенняя депрессия осенняя депрессия когда становятся короче дни когда становится за окном серая погода такая немножечко депрессивного характера это тоже все вместе взятые вызывает некоторое ослабление естественной и также специфической иммунной защиты и люди болеют чаще кто больше всего подвержен простуде тут нужно разделить понятие больше подвержен или тяжелее переносит если мы возьмем вторую часть тяжелее переносит то это конечно маленькие дети это люди пожилого возраста а также лица которые страдают хроническими заболеваниями сердечной недостаточностью сахарным диабетом тяжелыми ревматическими проблемами и так далее но если мы скажем по-другому кто больше подвержен то есть скорее может заболеть то это учителя школьные это школьники это люди открытых профессий которые по своей деятельности контактируют с большим количеством людей это люди которые работают в каком-то плохо проветриваемом помещении где опять-таки заходит много людей и вот они болеют чаще чем другие может быть они болеют легче чем лица страдающие какими-то общими заболеваниями но чаще просто чаще могут заразиться и заболеть беда заключается вот в чем многие лица имея уже признаки нездоровья в виде насморка кашля чиханье все таки продолжают ходить в коллектив ходить общаться с коллегами общаться с подчиненными по неволе они распространяют инфекцию не только себе делают плохо конечно плохо делают но они и распространяют заболевания потому что большинство этих болезней распространяется как воздушно-капельным путем так и контактным через прикосновение к одной и той же ручки к одному и тому же предмету можно вполне заразиться и таким образом болезнь распространяется кроме того вот так уж случилось что дети заболев сами могут как бы усилить такую ну как вам сказать она это свойство называется вирулентность то есть силу вируса допустим усиливают это называется пассирование вируса в сторону усиление его активности и вот заразившись от ребенка взрослый может болеть тяжелее чем болел ребенок речь конечно идет не на не маленьких совсем детях а детях школьного возраста детского садика но в детском садике и вовсе я считаю что если мама ведет ребенка который нездоров это очень плохо потому что дети безусловно играют игрушками они могут и руки в рот братья это же дети поэтому больных детей водить в коллектив категорически нельзя вот и распространение пути распространения и формирование эпидемической обстановки грипп когда начинается у человека то человек этот может даже назовет не только день когда он заболел но даже и час когда он заболел он начинается довольно бурно начинается с признаков интоксикации то есть общее состояние резко страдает может возникнуть головая боль головная боль тошнота общая слабость боль в суставах боль в мышцах и конечно человек очень быстро теряет работоспособность температура повышается озноб возникает это грипп три правила первое чаще осенью заболевают дети и те у кого хронические болезни 2 вредные бациллы распространяются не только по воздуху 3 взрослый может болеть тяжелее чем ребенок от которого он заразился мы продолжим разговоры здоровье в других передачах берегите себя